знаете есть адвокаты которые блистательно выступают в суде ну ораторы есть адвокаты процессуалисты и замучают любого судью следователя или прокурора всякими разными юридическими тонкостями а вот сейчас у нас адвокат я бы назвала бы анастасию саморукову адвокатом подушевности потому что любые практически любые истории адвоката анастасии саморуковой это истории про людей про их необыкновенные самые разные проявления доброты и сердечности там где этого меньше всего ожидаешь бывает инженер человеческих душ а тут адвокат человеческих душ анастасия саморукова привет привет я знаю что ты только что вернулась из лефортово что там сейчас какое дело сейчас у нас там андрей толкачев он там семнадцатого года это дело мальцевских так называемая прекрасный человек мальцев да он получил убежище во франции он кушает круассаны а некоторые его знакомцы баланда ну так бывает многие его знакомцы очень многие многие да но это видимо вот какой-то костяк потому что у них приговор был по 205 квадр это вот то самое террористическое сообщество которым собственно мальцевы обвиняют если кто-то забыл такой мальцев погуглите дядя слава носорог и 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 как ты думаешь почему мальцевские получают ну максимально большие сроки почему именно к этим ребятам пристали ну слушай мальцев он в принципе достаточно медийный был человек благодаря такой прекрасной партии парнас он прозвучал с больших утра на фон человек известный я не берусь судить о его намерениях вернее даже не то что не берусь судить его задержусь об этом говорить но он достаточно был известен и в принципе он так заявлялся как борец с режимом через букву вот ну наверное он был очень удобен в этом смысле российская власть вероятно хотела что такое продемонстрирует семнадцатый год они раскрыли страшное количество каких-то террористических группировок на самом деле нет там еще ну это пустые все дела ни о чем к сожалению а как ты думаешь подобные методы могут быть применены к сторонникам навального ну а чё ж очень удобно же другое дело что слава богу сторонники навального ну по крайней мере от них никто никогда не слышал никаких вот таких вот радикальных вещей что мы идем на баррикады и что-то такое вот делаем методами прямыми прямого действия мальцев не стеснялся поэтому мне кажется что ну натянуть именно составы террористические это уже было бы совсем но с другой стороны вот глядя сейчас на процесс который идет на отношении навального по клевете я понимаю что в принципе при тех же обстоятельствах можно было судить например за кражу за изнасилование потому что на самом деле безразлично за что судить если нет состава ну надо уголовное дело возьмите любое какой больше нравится состав такой и припаяйте не знаю не хотелось бы честно говоря потому что это отвратительная история или фортова мерзкое место хотя персонал я должна сказать там очень вежливо вот но это плохое место и не надо туда никого больше и дел таких конечно не надо слушай я хотела тебя спросить про статус лефортова все мы знаем что лефортова это федеральная тюрьма 9 9 дробь 2 но при этом лефортова это же считается что это централ фсб да по подчинению фсб ну да конечно это изолятор фсб впрочем там сидят и не по некоторым составам и которые расследуют не фсб такой тоже есть там находится фургал вот сегодня к нему приходили там у фургала дело уже в стадии 217 то есть ознакомление с материалом дело вот скоро будет суд над фургалом да я не знаю как какой там объем дела поэтому тут сложно говорить ты же понимаешь что зависит от объема сделал можно и два года знакомиться они же там по моему чуть не с 90-х годов пытаются всю фабулу раскручивать поэтому там просто может быть очень много томов но они знакомятся каждый день насколько я знаю каждый день приходится там они было очень яркое дело твое когда ты в числе других адвокатов защищала украинских моряков которые были захвачены на катере да в черном море и они как раз сидели в лефортово у тебя кажется был самый молодой моряк владимир а у них была одна единственная просьба послушаем твой рассказ про собачку ты про нее сейчас конечно джейску мне володь звонил не так давно вот ну там уже пару месяцев назад мы не каждый день все таки но тем не менее он проявляется иногда вот он сказал что джейска несет службу уже во всю мы ее нашли вот тут должен была замечательная история нашли собачку отправили ее ее кормили наши погранцы в общем это было очень мило они конечно восприняли когда я туда приехал они решили что приехал какая-то городская сумасшедшая пролетела из москвы за собакой за дворнягой давайте эту историю расскажем с самого начала и вот представляете себе украинские моряки которые сидели в лефортово обратились через адвоката анастасию самарукову с просьбой к нам ко всем через фейсбук найти собачку именно собачку у них на этом украинском плавсредстве был небольшой щенок собачка джесси беспородная собачка такая вот хвостик молодая девочка и когда их всех захватили и отправили в тюрьму что случилось с собакой никто не знал представляете себе да собачка одна на судне ну не знаю я с ума сошла не в качестве собачки в качестве хозяина да где как и мы всем фейсбуком благодаря анастасии искали эту собачку джесси и мы ее нашли оказывается ее не бросили ее забрали с собой российские пограничники и она жила у них на заставе росла и вот за этой собачкой из москвы берет билет и прилетает на поград заставу адвокат анастасия самарукова дальше то что было на самом деле это было ужасно смешно потому что я с умным лицом вошла туда в здание это же фейсб это же не просто так вот вошла туда в здание вам кого я говорю вот я адвокат такого то такого то они были вами задержаны у вас наша собака они поняли что в общем что то неладное потому что ну как то странно да собак почему не собака руководитель меня довольно быстро принял он сказал что через несколько часов может принять но принял быстро но после обеда я потом уже поняла что он за этот обед успел связаться со своим подчиненным у которого дома жила эта собачка он мне показал свежие фотографии этой собачки вот он страшно сначала испугался потому что решил что я правда городская сумасшедшая понимаешь прилететь там за две тысячи километров за собакой которого по их мнению доброго слова не стоит ну правда это маленький дворик совсем вот она хорошенькая она смешная но как бы собака и собака мы с ним поговорили потом мы долго созванивались они долго решали вопрос не просто было ее отдать почему то этот вопрос надо было решать путем каких-то переговоров сложных и в общем мы нашли ее где-то в конце февраля там вот мне показали фотографии и где-то через месяца три или четыре мы смогли ее забрать и там уже переправляли потом журналисты украинские переправляли ее через границу под чужим именем это было ужасно смешно вот про нее там на самом деле было ужасно смешно в самом начале это мне рассказывал вот этот вот самый начальник погранотряда он говорит захожу ночью вот все с корабля уже всех вывезли все вывезли идем темнота ночь поздняя осень идем по кораблю заходим в капитанскую каюту и вдруг говорит кто-то меня из под кровати я ведь там чуть не умер от ужаса мы потом долго смеялись что это первые члены единственных членов корабля оказавшихся в противлении непосредственно вот он ватсапнул за ногу и в принципе конечно нашим ребятам пограничникам честь и хвала что они ее не выкинули ну кому она нужна была в общем нет они пожалели живую душу и долго довольно кормили вот так что им за это большое спасибо конечно но история была смешная на самом деле это была очень хорошая и добрая история не только потому что собачка а еще и потому что я хорошо помню как собирали передачи этим ребятам в Лефортово и занимались этим очень многие а потом все все сделалось хорошо это был обмен? да это был обмен ну мы то говорили о том что никакой обмен нам не нужен просто отпускайте но конечно это был обмен и слава богу что он состоялся и тогда же и Сенцов вернулся на родину это был тот же самый обмен да другое дело что с нашей стороны вернулись какие-то люди очень странные про которых никто не знал ну наверное это просто вот они какие-то тайные герои а мы просто совершенно не в курсе дела вот но так как встречали моряков и вот тех ребят которые вернулись это конечно дорогого стоит наших так не встречали тоже не знаю почему наверное это какие-то были секретные летчики не могу сказать встреча была очень трогательная это даже невозможно описать словами потому что родные просто плакали на взрыв они обнимали тех кого не видели годами своих самых близких людей вот он тот самый долгожданный момент спецборд авиаотряда россии который сегодня утром вылетел из борисполя приземлился в москве аэропорт внуково поздравляем вас а много ли вот таких позитивных историй у тебя в практике когда все заканчивается хорошо ну ты знаешь в принципе да история с гаей где ты тоже очень помогла давай расскажем историю про гаечку на самом деле история она ужасно трогательная а главное она еще не закончилась и как-то очень хочется хотя бы этой беседой ну как-то немножко добра как-то через экран добавить чтобы это дело в конце концов уже рассосалось это правда ну она сейчас под домашним арестом но судья в принципе относится к ней неплохо и она вот разрешила ей выйти уже по врачам потому что у нее там операции были пока она была в СИЗО и в принципе у нее сейчас появилась постоянная регистрация слава богу поэтому я думаю что ну надеюсь что ничего ужасного уже не должно произойти но ты же понимаешь как это все у нас работает давайте я расскажу историю гаечки гайне ну в самом деле страшная история а главное что она может точно случиться с любым из нас а еще что хуже с нашими детьми жили-были муж и жена у них была девочка гайне гаечка родная дочка мамы но удочеренная мужем этой женщины и он растил ее с раннего детства и вот прошло время гаечка хорошо училась росла в любящей обстановке в ситуации тут родители начали разводиться а разводиться они стали плохо гаечка гаечка к тому времени была уже совершенно летняя и вот папа бизнесмен мама бизнесмен и гаечка стала то что называется номиналом да по сути да потому что в общем решение принимала не она конечно да она возглавила маленькую компанию которую учредила мама и они через эту компанию мама с папой делили имущество ну то есть мама пыталась увезти часть там папа разыскивал писали друг на друга заявления а кого посадили посадили гаечку посадили девочку потому что она была генеральным директором маленькой ОООшки и провела она в тюрьме почти 6 лет мама в розыске а бывший папа продолжал писать и продолжает писать на нее заявление и вот она отсидела свой первый строк за мошенничество и очередное заявление ее сажают снова она не успела даже выйти из тюрьмы как новое дело и вот эта девочка хорошая она даже кажется училась в Кембридже в Оксфорде она что-то такое заработалась на стажировку ездила в Оксфорде мне кажется да то есть девочка у которой была абсолютно другая судьба провела всю свою юность в тюрьме потому что разводились эти чертовы родители и что интересно ее защищают три адвоката три женщины знаете где она живет эта обобранная несчастная девочка которая сейчас нет своего дома жилого ей негде жить куда такому человеку идти под домашний арест она живет в двухкомнатной квартире у одного из своих адвокатов в двушечке здесь еще две собаки и сын два сына два сына и две собаки двушечка и вот там адвокат туда в общем прописывает регистрирует и как домашний арест там еще содержится гаечка которая рассказывает как она не хочет смотреть сериалы не хочет смотреть телевизор а хочет только одного она впервые за шесть лет увидела газовую плиту и кастрюлю и она готовит 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 и готовит слушайте вот вы три адвоката которые ее не бросили но почему почему вы ее не бросили вам же не платит никто почему нет частично дело оплачивать я не могу сказать что много да но прям оно совсем совсем не так ну понятно как могло бы быть вот но Оля как это это же невозможно ну я просто не понимаю как можно бросить мы же не имеем права выйти с дела но ты права в том что даже если перестанут платить мы никуда не денемся но это же не так работает но ее бросили родители ее бросила родная мать и мужчина который выросил как дочь ее все бросили он не то что ее бросил он ее посадил вот и неожидан если ты знал такие он ей письма писал в колонию какая она мерзавка и поганка что вы должны дать ей самую отвратительную характеристику и характеристика из колонии довольно паршивая я тебе хочу сказать несмотря на то что она работала все время другое дело что за давностью времени уже все взыскания покашены но следствие не забыла представить эту прекрасную характеристику вот в новое дело сейчас зачем она там непонятно тем не менее представили да так что папочка там порезвелся кстати папочка живет в Германии прекрасно себя чувствует он не хочет являться в суд он написал заявление чтобы суд прошел без него пожалуйста он вернее он так называл прошу в суд меня не вызывать огласить мои показания и в суд меня не вызывать это же прекрасно то есть он он богополучен вполне вообще ему отлично зовут его Артур Исаков раньше он назывался Артур Актай Заде Аглы что-то вот как-то так слушай его очень сложно как-то звали Гусейн Заде его фамилия была точно но он поменял ее на красивую фамилию Исаков девушки если встретите Артура Исакова вы имеете ввиду да да ему отлично лучше всех а нашлась ли мама или она не может появляться она не может появляться в России но она выходит на связь конечно она пытается помочь чем может но ты же понимаешь что у нее ограничены возможности помочь вот и тем более у нее там еще две дочери от прекрасного папы Исакова у него же там он же и своих двоих детей тоже выкупнул родных ладно гаечка отрезанная ламыль вообще не моя девочка а там родные две дочери еще тоже самое не жалко и выписал он их со своей квартиры вот точно так же как гайку он выкинул на улицу точно так же он и родных своих дочерей Оль когда дело идет про большое бабло речь идет там вообще никому не жалко ни маму ни папу ни дочку там другое важно наверное но у меня никогда таких денег не было и не будет я могу говорить об этом гипотетически ну правильно потому что вы все время норовите работать либо без гонорара либо со символический гонорар собственно почему я об этом говорю потому что опять же кого мы видим около ОВД после протестов кого мы видим в судах после протестов кого я вижу все время в адвокатских чатах где собираются адвокаты которые работают с задержанными после протестов мы видим конечно адвоката Анастасию Самарукову само собой я вот уже вывела формулу и не устаю ее повторять когда меня спрашивают как искать адвоката ищите того адвоката себе адвоката того ищите который работает после протестов на протестах вот этот человек будет точно с совестью ну это есть есть такой момент да я правда в этот раз немножечко чувствую себя почти что знаешь это смострелом беглецом ну я была на горячей линии в основном вот как раз в эти разы я не выезжала непосредственно в СИЗО я просто горжусь знакомством со всеми теми ребятами которые это сделали и приняли это на себя вот я просто провела довольно большое количество времени на горячей линии потому что звонили подростки но кстати я должна заметить что вот эта вот вся идиотская пропаганда что там Навальный гнал подростков да нет не было много подростков к счастью их было гораздо меньше чем мы предполагали чем в некоторой акции раньше кстати сказать о подростках вспомнила еще одно твое дело я когда готовилась к интервью с тобой я часто сказать его забыла а вот сейчас ты мне сама напомнила это же был семнадцатый год дело о несовершеннолетнем которое давало интервью это вот семнадцатый год март семнадцатого года так называемый протест шкалаты вот когда впервые вышли вот эти Навальнята шкалата или как там еще ругались на этих молодых людей и вот был несовершеннолетний парень в Москве вышел и он дал интервью дочери пришел корреспондент говорит я дочери вот зачем там вы вышли что-то еще парень дал интервью и хоп уголовочка уголовочка адвокат Анастасия Самарукова за что ну там знаешь как было у него было на самом деле две административки потому что это был один из тех мальчиков который висел на столбах вот во время протеста на Пушкинской и вот эти три парня которые висели на столбах вот слушай вот я не помню это было значит это было не Deutsche Welle это был второй канал немецкий ЦДФ да и да совершенно верно все как ты рассказываешь они встретились они начали там беседовать прямо на улице вот этих мальчиков прямо вот так вот квадратных совершенно глаз этого корреспондента немецкого немецкого телевидения их просто подходит сзади вот так вот утаскивают и там вот такая корреспондент такая куда вот вот была такая чудесная история продюсер ЦДФ давал показания совершенно вот прям респект ему мы два круга мы ходили по первому делу нам не удалось отбиться все-таки 19-3 за то что он висел на столбе это ему выписали это 19-3 это статья административного кодекса я поясняю да административный кодекс неповиновение законным требованиям сотрудников полиции типа сразу не слез а куда им было слезать там толпа а вот второму делу когда ты еще предложила слава богу потому что для семьи была совершенно какая-то невозможная история заплатить этот штраф 10 тысяч это была довольно бедная семья и заплатить 10 тысяч штрафа это ну чуть больше 100 евро по нынешнему курсу наверное это для них была совершенно непосильная просто история и вот ты тогда благородно предложил свою помощь но к счастью обошлось потому что вот там мы смогли отбиться дело прекратили а уголовки были да его таскали слава богу в качестве свидетеля ну и потом все это закончилось уголовки были его допрашивали по-моему три раза в общем мы так и не поняли чего не хотели и чего не хотели от подростка но они задавали совершенно отвратительные вопросы суть которых сводилась к тому ну хорошо ли ты живешь мальчик может быть ты с голоду пошел может быть тебе там кто-то платит за это вот история про собачку Джесси история про девочку Гаечку история про мальчика с фонаря и много еще же у тебя есть других историй скажи пожалуйста а что с нами со всеми происходит вообще ну вот ну не охренели ли мы Оль я не знаю мне кажется в России человеческой жизни это никогда не ценилось дорого а человеческое достоинство и подавно моральный вред который присуждают наши суды ну там реально там три пять тысяч это хорошо если ну потому что ну вы вообще кто чтобы у вас был моральный вред вот точно так же как этому мальчику говорили на комиссии по делам несовершеннолетних ты кто вообще чтобы тебе интервью брать ты что из себя представляешь Алексей Навальный очень здорово описал свои ощущения от тюрьмы и они страшно позитивные он написал что он чувствует себя путешествующим в космическом корабле вокруг него андроиды у него небольшая каюта где есть железная кровать блестящая ложка и блестящая миска и да он понимает что космическое путешествие может закончиться по-разному что такое по-твоему тюрьма Оль ты знаешь это странно но мы сегодня вот примерно вот эту вот беседу имели как раз сегодня с моим подзащитного Лефортова он как раз вот мне сказал ну вы скажите вот если кто-то вас спросит что не надо не надо бояться тюрьмы можно к этому всему привыкнуть адаптироваться нас всех пугает но не надо бояться здесь полно хороших людей здесь но ты знаешь вот для меня например не это было бы ужасным а вот полное отсутствие какой бы то ни было приватности ты все время от кого-то зависишь ты не можешь нигде побыть один я вот этого себе вообразить даже не могу а для женщин я вообще не могу вот это представить когда их загоняют в колонии когда они носят вот эту отвратительную совершенно форму отвратительную и вот эти жуткие платочки на голове это чудовищно мне кажется вот вот даже сам факт существования омерзительной формы он просто унижает людей вот просто факт ее существования а гайку мы еле заставили выбросить эту зеленую куртку когда мы ее забирали из тюрьмы нет говорит а вдруг пригодится оль ты вообще представишь мой ужас когда я это услышала гаи не пригодится не дай бог что мы лучше другую купим ну вот если суд там кончится плохо или что то то есть оттуда уйти тяжело понимаешь туда страшно попасть и оттуда очень тяжело вернуться вот ведь ты знаешь вот все таки 13 лет работаю в руси сидящей а я стараюсь работать с бывшими заключенными потому что это все таки для нас плюс при приеме на работу опыт тюремный опыт а не минус я тебе хочу сказать что тюрьма никогда не проходит никогда я просто посмотрела вот на гайку ну дай бог чтобы она оклемалась она хорошая девочка но блин ей 32 года и 5 лет ну слушай это 6 часть ее жизни вот она провела ее в тюрьме знаешь я это сказала ей скажу тебе скажу просто публично конечно мы ее ждем на работу в руси сидящую умную хорошую славную девочку это было бы здорово спасибо она очень хочет работать но к сожалению сейчас пока вопрос об этом даже не стоит она просто не может вот от этого безделья она конечно переживает но как это страшно что тюрьма не уходит и не уйдет но мы знаем как это повернуть на пользу человечеству да самой бы ей бы на пользу это повернуть человечество знаешь вот адвокат правозащитник он в общем этим отличается адвокат почти никогда не думает о человечестве адвокат практически всегда думает о конкретном человеке который вот доверил ему свою проблему боль там страх иногда вот иногда свою собаку да черт с ним с человечеством давайте пожелаем удачи гайчики да я прям очень-очень хочу чтобы эта история закончилась как-то ну наименее для нее травматично и слава богу что девочка сейчас вот хотя бы дома и вот она знаешь только ну сколько три недели она дома вот мне кажется только она сейчас начинает немножечко как-то оклемываться на первые дни ходила по квартире ей все время казалось что она сейчас ударится второй ярус койки и дома когда называют чужую квартиру чужой дом у нее больше нет своего дома ее нет у нее сейчас ничего нет вообще берегите себя спасибо спасибо Анастасия Саморукова адвокат живых душ спасибо Оль за беседу рада была тебя слышать рада была